Время, которое мы видим, нефть в России В результате наших исследований возник мощнейший прорыв в области сахарной энергетики Нефтяной иглы на сахарный кубик, так называются появившиеся на сайте Эхо Москвы, программная статья профессора Харитоновса, российского биохимика, основателя Центра исследования сахара За последнее время Харитоновс сделал немало громких заявлений в прессе, включая публикованное в ведомостях предложение усиленно кормить Олимпийскую сборную России сахаром В декабре в МГИМО состоялась лекция профессора Это вообще революция. Я уверен, что в скором будущем мы будем заправлять ускорители твердого топлива, сахарным топливом Заявление ученого о блестящем будущем сахарной энергетики кого-то из студентов заинтересовали, а кого-то рассмешили Неделю назад от эксцентричного профессора пришло приглашение посетить его лабораторию Приглашение было напечатано на сахарной бумаге, которую предлагалось после прочтения съесть Попробуем Ну что, я не знаю, прямо кусать или оторвать Укусим Ну-ка, немножко вяжет, но действительно сладко Подкрепившись приглашением, наша съемочная группа отправилась в ЦИС Центр исследования сахара, возглавляемый профессор Главная идея профессора – перевести энергетику на возобновляемые источники Грубо говоря, от углеводородов к углеводам Энергия сахара Энергия как топливо Ну то есть, это когда-нибудь заменит нам нефть и газ? Я абсолютно уверен в этом На Западе уже давно задумались о биоэнергетике В возобновляемом и экологически безвредном топливе В развитых странах добывают энергию с помощью витриных мельниц и солнечных батарей В Японии выпустили плеер, работающий на сахарных батарейках На подходе к сахарной электромобиле У нас тоже есть биоэнергетика Пока правда на навозе Это обычный навоз, навоз КРС, навоз свиней Самый сложный субстрат – это птичий помет Значит, это сложнейший субстрат И фактически в Европе нет аналогов Профессор Харитоновс много лет пытался получить господдержку на эксперименты в области сахарной энергетики Все безрезультатно Абсолютно ясно, что они там не вложат ни рубля в наши исследования Ну и конечно, конечно, вот зачем им инвестировать в сахарные хай-тек технологии Когда столько денег уже вбухано в навоз Суть открытия профессора – вот этот темный порошок, сахарный катализатор Формулу которого он пока не раскрывает Раньше главная проблема была в низкой энергоотдаче сахара как топливо Но сейчас при помощи катализатора Харитоновса Эта энергодача на порядок, на порядок больше Запись эксперимента взорвала интернет и не только От взрыва пострадала одежда лаборанта Лемешева Эксперты сахарной индустрии комментируют деятельность профессора со сдержанным скепсисом При разложении одного грамма сахара выделяется, я боюсь соврать на память, около 7 тысяч килоджоулей энергии Вот здесь никаких вопросов нет, это энергетик Если мы сделали катализатор и мы можем ускорить разложение сахароза где-то в батарейке, в каком-то элементе питания Это еще может быть, но сделать автобус, ну, наверное, тоже можно, если мы сможем получить электричество отсюда Значит, ну, я не думаю, что это так просто, как вот здесь представлено НИИ сахарной свеклы в Воронежской области не похоже на место, где вершится будущее страны Работают здесь, как говорится, на энтузиазме Государство деньгами не балует, посевы сахарной свеклы последние годы неуклонно сокращаются Без изменов приехал и сказал так Здесь, говорит, пахнет настоящей наукой, советской После перестройки НИИ перевели на хозрасчет Денег на материалы и оборудование нет, почти все до сих пор советское В теплицах зимний холод Это у нас здесь сахароносный кухон Яблок Да я тут не оценирую Нет, тут все, оно в это упирается, да не прорезут, наверное Ой Когда идут морозы, вы видите, что все капает И все у нас тут начинает, вот, посмотрите, какие трубы Все ржавое, все течет И поэтому мы уже здесь почти ничего не высаживаем В отличие от России, на Кубе сахар, как у нас хлеб, всему голова Из сахарного тростника тут получают не только пищу и напитки, но и энергию, которой хватает на целые заводы и города От Сукарерос собирают сахарный тростник по 10 часов без перерыва Энергия подзаряжается тут же без отрыва от производства Уарапа, тростниковый сок, действительно очень сладкий и вкусный Своей нефти на Кубе нет На этом заводе из тростника получают не только сахар, но и электроэнергию Оборудование еще советское, но технология на передовом крае мировой биоэнергетики Нам удается аккумулировать достаточно биоэнергии для того, чтобы отдавать ее часть национальной энергетической системе Таким образом, мы не только находимся на полном самообеспечении, но и вносим посильный вклад в энергетический комплекс страны В доме Педро, расположенном в Старой Гаване, с электричеством часто бывают перебои А что делать, если, скажем, сел мобильный телефон? Семья госслужащего, как и многие другие кубинцы, научилась находить выход У нас на Кубе даже дети об этом знают Если использовать сахар и табачный пепел в качестве катализатора, происходит химическая реакция Ну, я не ученый, но, в общем, выделяется энергия Ну, а чего-чего, а сахара с табаком у нас хватает Если приглядеться, то можно заметить, что многие мужчины на Кубе стряхивают пепел в маленькие коробочки от леденцов Их тут называют сенесерита, буквально маленькие пепельницы Так собирают катализатор для сахарных аккумуляторов Короче, берем сенесерита с пеплом Ну и закрываем вот так Проще некуда Можно положить в карман И все, чао Высыпаешь пепел Видишь? И это, и сахар Все это вступает как бы в реакцию Закрываешь Включаешь И можешь заряжать любые приборы Как мобильник, видишь? Так что, если электричество отключили ненадолго Ничего, ты можешь заряжать свой мобильник Или, к примеру, ты миксер включишь и что-то взобьешь Потому что не так уж намного хватит Но это работает Короче, это очень хорошая и полезная штука Смотри, как здорово Аккумулятор работает медленно, но верно За время съемки мне удалось подзарядить севший ноутбук Зарядился на 20% Действительно работает В начале 80-х профессор Харитонов сработал на Кубе Строил атомную электростанцию На острове Свободы он впервые задумался об энергии сахара Если говорить совсем упрощенно То мой катализатор это вроде пепла Но в сто В тысячу раз мощнее Совсем другой уровень сахарной энергии Это, ну, если бы сравнить Скорость этой дорожки И скорость самолета Надеюсь, сейчас понятнее Так что Поехали! Вперед!